Всем привет! Киноиндустрия продолжает выпускать высокобюджетные зрелищные ленты, которые принято называть блокбастерами прям целыми пачками. Еще бы ведь, несмотря на их дороговизну, именно такого плана кино сейчас, как правило, самое прибыльное. В связи с этим, у нас с вами подоспело время предновогоднего топа, так как сегодня я предлагаю заглянуть в следующий, 2020 год, чтобы понять, какими же блокбастерами нас будут удивлять в будущем. Что мы уже знаем о грядущих новинках, есть ли трейлеры хоть к каким-то из них, да и вообще, когда и какие выходы грядущих лент просто невозможно пропустить, так что готовить время для них в своем графике нужно уже заранее. В общем, будет интересно. В этом выпуске мы не станем устраивать соревнований и топов, так как для этого информации, как мне кажется, все-таки еще маловато. Так что сегодня я предлагаю пойти простым и полезным для всех путем, разместив фильмы по датам их премьер. Что ж, а начнем мы, разумеется, с зимы 2020 года и первого участника этого списка фильма «Плохие парни навсегда». Сложно поверить, но уже почти что два десятилетия прошло с того времени, как мир впервые увидел непревзойденный дуэт Уилла Смита и Мартина Лоуренса. И вот после всех проблем и трудностей, связанных с долгожданным продолжением, новые плохие парни начнут свой путь в кинотеатрах уже 17 января. Причем это тот случай, когда мы уже могли посмотреть трейлеры и сделать какие-либо выводы. Что ж, не знаю как у вас, а мои впечатления довольно определенные. Авторы фильма решили не изобретать велосипед и действовать уже проверенным методом. Так что типажи напарников, детективов департамента полиции Майами Майка Лоури и Маркуса Бернетта особо не поменяется. Это тот же самый крутой парень и его веселый напарник недотепа, которые на сей раз будут иметь дело с могущественным наркокартелем. По картинке и игре актера все ожидаемо на уровне, так что шуток и экшена будет достаточно. Ну и разумеется какого-то сверхглубокого фильма от сиквела «Плохих парней» ожидать тоже не приходится. Тут по-моему тот вариант, когда все плюс-минус наперед знают результаты, главное всех это устраивает. Так что если захотите стряхнуть себе праздничное похмелье, по-моему новые «Плохие парни» самое то, мы же переходим к следующей новинке. Это долгожданные хищные птицы от DC. Фильм в главной роли с Марго Робби, изображающий так полюбившуюся многим Харли Куин. Лента об отряде девчонок, не то чтоб конечно героинь, но вот таких спорных и харизматичных обитательниц Готэма. По сюжету Харли разошлась с Джокером, так что Джареда Лето в новинке не ждите и теперь главным антагонистом, насколько я понял, станет персонаж Черная Маска, охотящийся за своим алмазом. Но это даже не главное, ведь хищные птицы это тот случай, когда важен не результат, но процесс. И судя по трейлеру, новинка должна получиться веселой и зрелищной, как бы прямой противоположностью предыдущей ленте DC-шников. Я сейчас разумеется о Джокере. Конечно, вряд ли новый фильм достигнет таких высот, как лента об Артуре Флекки, но надежды на него возлагаются немаленькие. Вот только надеюсь, что киноделы сумеют удержать баланс и не скатиться в уж очень феминистическую историю. В принципе, так по трейлеру, вроде как им это удается. Так что крутые девчонки рвутся в бой, чтобы весело, красиво и главное, самоиронично раздать всем люлей. А увидеть это мы с вами сможем уже 6 февраля. Что ж, думаю, у новинки есть все шансы стать новым хитом и вывести киновселенную DC на новый уровень. А вот февраль месяц приберег для нас и еще одну громкую премьеру фильмов по комиксам. На сей раз мы говорим о ленте Bloodshot с Вином Дизелем в главной роли. Очень амбициозной новинки, которая тем более еще имеет все шансы стать основой для будущей франшизы, если само собой все пойдет хорошо. Bloodshot это история о модернизированном солдате, в чью кровь внедрили армию нано-роботов, делающих его нереально крутым чуваком. Ну в общем, как это часто бывает, история о неком киборге, которого, впрочем, сильные миры сего использовали в своих темных целях, меняя сознание, память и воспоминания. И вот теперь оружие, или в нашем случае персонаж Дизеля, выходит из-под контроля, обращаясь против своих же создателей. Что сказать, история вполне себе банальная, хоть и основанная на мега успешной серии комиксов. Что же касается ее воплощения, трейлер говорит о том, что книжка само собой будет зрелищным и эпичным. При этом довольно жестким, ведь по слухам Sony также рвутся занять свое место в активно растущей ниши фильмов с рейтингом R. Сказать что-то еще по данной премьере, наверное, можно, но не то, чтобы очень определенно. Мы знаем о довольно крутой команде, которая работала в ленте над визуальными эффектами, так что можно сделать предположение, что на сей раз в Sony решили сделать отдельный упор на картинку, да и вообще, как по мне, данный фильм где-то по духу будет походить, как это ни странно, на форсаж. Нет, не в смысле главного героя или сюжета, но в плане общего подхода. Когда главное не что происходит, а как все это смотрится. Но свое личное мнение в кинотеатре о новинке, я думаю, стоит составить, так что 21 февраля можно уже сейчас обводить красным кружочком. Ну а примерно через месяц, а именно 26 марта, кинотеатры вновь позовут всех любителей зрелищных фильмов на свою премьеру под названием «Мулан». Многострадальная лента от Диснея, который в последние годы все более активно смотрит на огромный азиатский и в первую очередь, конечно, китайский рынок, так что неудивительно, что ремейк одноименного мультфильма рано или поздно должен был появиться. Хотя его премьера была назначена еще на 2018 год, после чего все переносилось и переносилось в первую очередь в связи с поисками главной героини, которой в результате стала звезда китайского кинематографа Лю Ифэй. Сама же история расскажет нам, как зрителям о девушке, вступившей в ряды китайской армии, дабы защитить свою страну от войска кровожадных кочевников. Тоже, как вы понимаете, история вовсе не новая. Сам же фильм, судя по трейлеру, будет по-диснеевски красочным, зрелищным и, что характерно, подходящим и для аудитории помладше. Это ведь Дисней, в конце концов. Как мне лично кажется, то у новинки будет много общего с другим азиатским блокбастером Великой Стеной, хотя это пока лишь мои предположения. Что ж, не могу сказать, что я лично прям фанат подобных фильмов, а с другой стороны, для семейного просмотра, по-моему, самое то, так что 26 марта не пропустите. Впрочем, если пропустите, то надолго кинотеатры вас все равно не оставят. Ведь уже 3 апреля должен будет стартовать, наверное, самый многострадальный фильм о людях Икс под названием Новые мутанты. И в самом деле, первый трейлер новинки нам с вами показали, если я не ошибаюсь, еще осенью 2017 года, то есть более двух лет назад. И с того времени выход ленты постоянно откладывался. Кстати, вам, наверное, будет любопытно узнать, кто еще не в курсе, что одну из главных ролей в фильме сыграет Мэсси Уильямс. Она же Ария из Игры Престолов, видимо, вслед за своей подругой и экранной сестрой Санса и Кейсофи Тернер, участвовавшей в провальном Черном Фениксе. Что же касается самого фильма, то он, судя по трейлеру и анонсам, должен стать довольно темной и страшной историей, которая покажет тему Людей Икс с другой стороны. Кстати, новая лента, в отличие от Темного Феникса, была хорошо встречена фокус-группами, так что надеюсь, что новые, во всех смыслах слова мутанты, не подведут. Ну и разумеется, 1 мая, в Международный день солидарности трудящихся, Марвел, наконец, выпускает плод своих трудов. Первый фильм после Мстителей Финал с разрывом более чем в один год. Да еще и первую часть их новой фазы – фильм «Черная вдова» со Скарлетт Йоханссон в главной роли, разумеется. Само собой, что к этой новинке приковано сейчас огромное внимание. Особенно в свете того, что она начинает новый виток киновселенной. Да и сама Черная вдова, как вы знаете, уже выбыла из игры, так что это, наверное, последняя возможность еще раз на нее взглянуть. К тому же не так давно нам, наконец, показали первый трейлер «Черной вдовы», который в самом деле очень крут и был достаточно хорошо встречен фанатами. Сам же фильм расскажет нам о персонаже Наташи Романов, покажет мельком ее прошлое в спецшколе, ну и, наконец, поведает зрителю, что же такое произошло в Будапеште. Кроме того, мы с вами ожидаем, что в новинке впервые появится сразу несколько будущих запседатаев, киновселенная Марвел, так что этим она интересна вдвойне. Ну и, как всегда, куча экшена, взрывы, погони, в том числе и воздушные, крутые спецэффекты и отличная картинка. Вместе с динамичной историей и довольно неплохим юмором, чем не повод отправиться в кино. У нас же тем временем уже 22 мая и новый 9-й «Форсаж», само собой, с Вином Дизелем в главной роли. Согласите, что на этот раз перерыв между частями «Форсажа» был намного больше обычного, но зато авторы новинки обещают еще поднять ставки. А значит, будущий «Форсаж», который, если кто не в курсе, станет предпоследней частью франшизы, которая потом сконцентрируется уже на спин-оффах типа Хоббса и Шоу, короче, новый «Форсаж» должен стать еще больше эпичнее и грандиознее. Правда говоря, о данных фильмах в конце есть большой риск найти еще и слово «бредовие». Да, именно так. Ведь все время поднимать градус лютого эпика и не уйти при этом в откровенную чушь довольно непросто. И тем не менее, зритель стабильно идет на фильмы франшизы именно за их зрелищность и незамысловатость. К сожалению, на момент создания этого видео официальный трейлер девятой части еще не вышел, так что мы пока что в догадках. Но уж в том, что посмотреть в девятом «Форсаже» будет на что, тут я ни на секунду не сомневаюсь. А еще я ни на секунду не сомневаюсь, что увлекательным и зрелищным фильмом станет новая «Чудо-женщина» или точнее «Чудо-женщина 1984». Еще один виток истории о Диане, пожалуй, одной из самых успешных во всех смыслах слова персонажей киновселенной DC, после чего и в Marvel решились на свою «Капитан Марвел». Теперь же авторы новинки надумали перенести зрителя в модные сейчас 80-е годы, соответственно, стилистикой и нотками ностальгии. При этом, само собой, наполнив ленту не детским эпиками, размахом, а также самыми современными спецэффектами. А судя по трейлеру, картинка будет на высоте, да и вообще, выпущенная не так давно промо вселяет мне лично оптимизм и надежду на то, что новая «Чудо-женщина» в самом деле будет успешным продолжением франшизы и достойным участником киновселенной DC, способным привлечь новую аудиторию. Тем более, что выход фильма и так уже перенесся с конца этого девятнадцатого аж на лето двадцатого года, а именно на 5 июня. А следовательно, авторы картины решили не спешить, чтоб кровь из нос успеть к самому прибыльному предпраздничному периоду, но напротив, предпочли заморочиться над качеством своего продукта. В общем, ждем и надеемся. А вообще, мы пока что дошли лишь до середины двадцатого года, впереди у нас еще полно крутых лент, и чтобы не делать это видео слишком затянутым, я, пожалуй, разобью его на две части. И если вам в самом деле интересно, а что же там дальше, то прямо сейчас поставьте лайк, напишите свой комментарий, и как только отметок нравится будет более пяти тысяч, я выпущу вторую часть с лучшими блокбастерами второй половины двадцатого года. На сегодня же у меня все, поделитесь этим видосиком и подпишитесь на наш канал, кто не хочет пропустить продолжение. Спасибо всем, кто досмотрел до конца и всем пока!